Проводим следующую линию. Штрихи, вертикальные и горизонтальные линии. Обучение каллиграфии начинается с самых простых движений, которые потом превращаются в буквы. Бийская православная гимназия сегодня это единственное место на Алтае, где учат искусству красивого письма. Каллиграфия развивает пространственное ображение, абстрактное мышление, развивает чувство эссидического вкуса, развивает интеллект, превращается IQ, развивает каллиграфию. Потому что она очень важная для человека. Центр каллиграфии Бийска открылся в конце прошлого года. Он включает в себя музей, где собраны уникальные в своем роде экспонаты и каллиграфические работы, а также учебный класс. С оборудованием помог фонд Александра Прокопьева. По спецзаказу были изготовлены парты, приобретено цифровое оборудование, инструменты, кисти, перья и бумага. И теперь красиво писать здесь учат всех желающих. Я в интернете посмотрел ролик одного профессора, который занимается мозгом и крайне рекомендовал заниматься каллиграфией, потому что, занимаясь ей, задействуются разные поля головного мозга, отвечающие за моторику. И было даже проведено исследование, что одни студенты, занимающие каллиграфией, имели успехи в учебе больше, чем которые не занимались каллиграфией. Православная гимназия Бийска – инновационная площадка московской патриархии. Одно из направлений в работе как раз является каллиграфия. Учреждение уже сотрудничает с Алтайским институтом повышения квалификации работников образования. В городах и районах Алтайского края педагоги Бийского центра каллиграфии проводят выездные семинары и мастер-классы. Состояние души гармонизируется, мне кажется, в процессе вот этой работы. Ну и кроме того, мы знакомимся с таким множеством замечательных инструментов, которые мне, например, очень нравятся. Они позволяют мне вот такие замечательные, красивые вещи делать. Делать красивые вещи научат и учащихся общеобразовательных школ. Уроки по каллиграфии намерены включить в планы внеклассных занятий. Родители школьников такую идею поддерживают. К ведению в школе уроков каллиграфии я отношусь положительно, потому что современные дети в основном сидят сейчас за компьютерами, за клавиатурой, с современными гаджетами, пишут значительно меньше. Сейчас в православной гимназии занимаются разработкой специальных методик. И возможно, что в скором времени помимо шахмат, изобразительного искусства, в рамках внеурочной деятельности учащихся будут обучать красивому письму.